Салют ребят, я Иван Толмачев, а вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу 1 на 1. И сейчас я объявлю результаты прошлого выпуска. Тогда состязались между собой кошки и собаки. И всего вас проголосовало аж 55 тысяч участников. Но по результатам победили все-таки собаки. Ну а сейчас я готов предложить тему этого выпуска. Дарить деньги против дарить подарки. Эта тема кажется мне тем более актуальной, что близится Новый год и Рождество. И все люди будут закупаться подарками. Поэтому я хочу попробовать предложить вам выбрать, насколько будет лучше один или другой вариант. Вы либо готовите праздничную коробочку, либо конверт с деньгами. Так что надеюсь по итогам этого выпуска вам будет проще решить, что подарить. Поехали! Эмоции Одна из особенностей подарка в том, что он может оказаться непредсказуемым. Вы получаете сюрприз. А неожиданности почти всегда приносят людям радость. Если б правда сюрприз удался. Чувство неизвестности при распаковке подарка. Это правда очень классное ощущение. Да что там говорить. Люди любят смотреть даже открывание чужих кейсов из игр или распаковки коробок в интернете. А это кое-что дозначит. С другой стороны, разочарование от неудачного подарка. Это тоже частое и печальное явление, с которым вы вряд ли столкнетесь, если выберете в качестве подарка деньги. Но факт в том, что деньги не вызовут таких ярких и сильных эмоций, как подарок. Практичность Когда вам приходится выбирать подарок человеку, вы думаете либо о том, что ему нравится, либо о том, что ему будет полезно. Но угадать здесь наверняка на самом деле весьма трудно. Вы знаете все эти бесполезные подарки. Сколько может собраться пылесборников на полках? Или приятных, но не нужных безделушек в шкафах? Думаю, каждый на своем опыте сможет ответить, что весьма много. В то же время, крайне трудно назвать более практичный подарок, чем деньги. Вы предоставляете человеку самому решать, что ему сейчас нужно. Затраты Немного странно оценивать с точки зрения затрат денежный подарок, но с другой стороны, почему бы и нет? Когда вы выбираете подарок, его цена почти всегда скрыта от получателя. А значит, вы можете вполне свободно ее регулировать, подстраиваясь под свои средства. Сделать интересный подарок в качестве знака внимания или найти что-то необычное вы можете и без значительных денежных затрат. А вот в случае с деньгами такой фокус вряд ли получится. Есть вполне устоявшиеся рамки или, скажем, требования по размеру подарка на день рождения или на свадьбу. Ну или, по крайней мере, вы можете быть в курсе, сколько дарят другие люди. И дарить меньше этой суммы будет, скажем так, неуместно. Удобство При выборе подарка важно помнить о том, насколько он будет уместным. Вряд ли оказывая внимание знакомым на 8 марта или 23 февраля, вы раздадите всем по 500 рублей в качестве подарка. Это даже звучит немного нелепо. А вот приобрести небольшой сувенир на эту сумму будет весьма кстати. В то же время дарить деньги близким людям в ряде случаев будет тоже странно. Вы ведь не подарите своей второй половинке деньги в важный для нее день. Но говоря про удобство, стоит отметить, что не всегда люди, которым вы хотите оказать внимание, живут близко от вас. Порой людей разделяют сотни и тысячи километров расстояния. В таком случае гораздо проще будет сделать денежный перевод, чем оформлять пересылку какой-либо вещи. Хотя в последнее время все чаще и чаще развиваются интернет-магазины по доставке подарков в любую точку. Так что здесь уже решать вам. Интернет-магазин подарков и сувениров artskills.ru Поможет вам порадовать и удивить близких людей. Выбери необычный подарок из множества вариантов и прямо на сайте персонализируй его. Добавь имя, пожелание или фотографию. Такой сувенир запомнится надолго. Доставка по всей стране. Ссылка в описании. На этом все. А вы не забывайте переходить по ссылке в описании и голосовать за то, что считаете более крутым подарком. И ровно через неделю я оглашу результаты этого голосования. А пока не забывайте подписываться на Дай5. Ролики здесь выходят каждый день. Ну и в нашу группу ВКонтакте тоже вступайте. До свидания. Подпишись на канал. А пока посмотри 10 фактов о биткоин и предыдущий выпуск 1 на 1. Кошки против собак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова